Привет, умники! Сегодня узнаем, грозит ли человечеству вечная жизнь, почему мы зеваем толпой и до сих пор не лечим простуду селедкой. Подробности далее. Дальнейшее улучшение медицины не будет увеличивать среднюю продолжительность жизни бесконечно. Предел возраста человека, скорее всего, составляет около 100 лет, при достижении которого смертность резко растет вне зависимости от всех внешних факторов, заявляют ученые из университета Нью-Йорка. Дальнейшие успехи в борьбе с болезнями, скорее всего, увеличат среднюю продолжительность жизни, но не ее максимальную длину. Возможно, будущие прорывы в медицине продлят жизнь человека за эти пределы, но им придется подавить или преодолеть влияние множества генетических факторов, отмеряющих наш срок на Земле. Быть может, ресурсы, которые мы сейчас тратим на продление жизни, следует использовать на продление здоровья пожилых людей. Ученые из Канады провели необычные эксперименты и выяснили, почему на самом деле зевота так заразна. Люди чаще всего зевают в теплое время года или в теплом помещении, когда устают или засыпают. Когда мозг одного человека хочет охладиться, то у другого моментально срабатывает аналогичный рефлекс, поскольку они находятся в непосредственной близости друг от друга. Таким образом, получается цепная реакция зевоты. Однако ученые сделали очень любопытное открытие. Цепная реакция зевоты срабатывает исключительно между близкими людьми, друзьями или знакомыми. Если же рядом с вами начнет зевать посторонний человек, то подобный эффект не случится. Исследование микрофлоры кишечника обычной скумбрии позволило ирландским ученым сделать многообещающее открытие. Специалистам факультета микробиологии университетского колледжа города Корка удалось обнаружить в тканях этой, пожалуй, самой распространенной в прибрежных водах Ирландии рыбы несколько типов белков формицинов, обладающих ярко выраженным противомикробными свойствами. По словам одного из авторов исследования Фергюса Коллинза, серия лабораторных тестов показала, что формицин существенно подавляет рост болезнетворных бактерий, может применяться для лечения ангины, различных воспалений, малярии, токсоплазмоза, а также ряда других инфекций. Это были самые забавные новости науки на сегодня. Пока!